Полина Дашкова Горлов тупик Если факт не сдаётся, его уничтожают. Л.В. Шебаршин. Последний начальник внешней разведки СССР из афоризмов. Глава первая Она являлась к нему ночами много лет подряд. Он просыпался от шороха своих пересохших губ, от хриплого шёпота «Уходи! Уходи!» Затво с лишним десятилетия её ночные визиты слились, перепутались, но самый первый он помнил отчётливо. Тот год оказался худшим в его жизни. Он потерял всё. Офицерское звание, власть, престиж, высокую зарплату, паёк. Из отдельной казённой квартиры пришлось вернуться к матери в коммуналку. Он ещё легко отделался, его сослуживцам повезло меньше. Одних посадили, других расстреляли. Он уцелел, остался на свободе и сдаваться не собирался. Ему было двадцать восемь. Он сорок раз отжимался от пола и подтягивался на турнике, пробегал в максимальном темпе десять километров без одышки, сердцебиения и мышечной слабости. У него были отличная память, острое чутьё, быстрые реакции. Он знал, чего хочет и умел хранить это в тайне. Однажды ночью она возникла между ширмой и раскладушкой, на которой он спал. Не разобравшись с просонью, в чём дело, он спросил «ты?». Она не ответила. Он задал следующий вопрос «что тебе нужно?». Опять молчание. Тот первый её визит не сильно испугал его. Сразу нашлось объяснение. Усталость, нервы. Мать проснулась от скрипа раскладушки, села на кровать и проворчала «ну что ты вертишься?». «Плохой сон приснился», — объяснил он шёпотом. Она исчезла на рассвете, и к полудню он забыл о ней. Но через неделю всё повторилось. Потом опять и опять. Он накрывался с головой одеялом, зарывался лицом в подушку и всё равно ясно видел её. Она стояла босая, в спущенных чулках, и смотрела на него круглыми сизыми глазами. Мокрое платье липло к телу, с волос текли извилистые ручейки. Рядом валялась пуховая шаль, поблёскивал один аккуратный круглоносый бот с пуговками на небольшом каблуке. Он вставал, стараясь не шуметь, не разбудить мать, отправлялся бродить по длинному коммунальному коридору. Движение успокаивало, но она то и дело вставала на пути. Он беззвучно напевал бодрые песни, прокручивал в голове хорошие фильмы «Волга-Волга», «Подвиг разведчика», «Падение Берлина», вспоминал любимые праздники, разукрашенные флагами и портретами Красную площадь. Её силуэт терялся в толпе, вытеснялся стройными марширующими рядами физкультурников, таял под гусеницами танков, не оставляя следа на брусчатке. Он облегчённо вздыхал. Но тут из кухни выскальзывала соседская кошка, шипела, изгибалась дугой. Шерсть вставала дыбом на кошачьем загривке, и он понимал — она никуда не делась. Кошка чует её, видит так же ясно, как он. Из его горла вылетал беззвучный крик. «Вали отсюда, вражина! Сволочь!» Кошка испуганно убегала, а она по-прежнему стояла неподвижно и смотрела ему в глаза. Он размахивался, бил, кулак пробивал пустоту. Москва. Январь. 1977 год. У Никиты резались зубы. Два нижних передних показались месяц назад, а верхние всё никак не желали вылезать. Десна распухла, покраснела. Он плакал днём и ночью, успокаивался только на руках. Приходилось носить его по квартире, да ещё и петь. Лена мерила шагами 34 необжитых метра на двенадцатом последнем этаже панельной новостройки. Сипла напевала весь известный ей репертуар Акуджавы, Высоцкого, Висбора. Стоило замолчать, остановиться. Опять крик. Это продолжалось бесконечно. С перерывами накормления, переодевания, купания. О прогулке пока оставалось только мечтать. Единственный зимний комбинезон Никита прописывал насквозь. После стирки отжать как следует не получилось, комбинезон всё не высыхал, а другой тёплой одёжки не было. Семь шагов от балконной двери до матраца. Пять от Никитиной кроватки до письменного стола. Ещё пять мимо комода, двустворчатого шкафа и новогодней ёлки. У Лены немели руки, подкашивались колени, кружилась голова. Она то и дело задевала ёлку, сыпалась хвоя, качались и позванивали стеклянные колокольчики. Серебристый космонавт в красном шлеме сорвался с ветки, разбился в дребезги. Лена хотела взять веник, смести осколки вместе с хвоей. Но Никита поднял рёв, когда она попыталась уложить его в кроватку. Петь она больше не могла. Репертуар закончился. Повторять одно и то же, как заевшая пластинка, надоело. Она принялась рассказывать Никите бесконечную сказку про медвежонка Васю, которую сочинялось с детства. Прототипом главного героя был плюшевый мишка, и его подарил дедушка, когда Лене исполнилось шесть лет. Светлокоричневый, маленький, он удобно помещался на детской ладони. Его блестящие стеклянные глазки казались зрячими, лапы двигались, голова крутилась и слегка покачивалась, пластмассовый нос был холодным, а плюшевая шерстка — тёплой. В детстве Лена верила, что он — живое существо, просто притворяется игрушкой. Прежде чем попасть к ней, медвежонок прожил большую сложную жизнь и так устал, что решил пока помолчать. Она сама за него говорила, сочиняла его бурное прошлое с приключениями, опасностями, злыми колдунами, верными друзьями. Медвежонок-сирота скитался по миру в поисках своей родни, умел плавать, как рыба, летать, как птица. Он то и дело попадал в разные истории, иногда просто глупые, иногда страшные, опасные для жизни. Когда Лене исполнилось двенадцать, медвежонок обнаружил следы своей потерянной родни в Англии. Но добраться туда ему никак не удавалось. Приключения продолжались до сих пор. Плюшевый Вася спокойно сидел на письменном столе. Вася сказочный, чудом выжил после очередного кораблекрушения и очутился на необитаемом острове. «Он промок до нитки, замерз и проголодался», — бормотала Лена. «На острове ничего не было, кроме серых валунов, поросших мхом и лишайником, да гигантских деревьев с такими толстыми и твердыми стволами, что Вася они казались крепостными стенами». Никита успокоился, но спать не собирался, слушал очень внимательно. За окном слоилась ледяная хмарь, «Не поймешь, рассвет или сумерки». Лена забыла завести часы и потеряла счет времени. Ветер был тоскливый и безнадежный. Она повернула ручку и у желто-черного динамика. «Повышенное обязательство взяли на себя труженики полей», — бодро пролаял женский голос. «Говорит бригадир комбайнеров, передовик, делегат съезда, товарищ Тебякин». Никита опять заплакал. Лена приглушила радио, заговорила чуть громче. В прогалине между камнями скопилось немного пресной дождевой воды. Вася попил, потом нашел какие-то засохшие темно-красные ягоды. Они оказались горькими, но голод утолили. Чтобы согреться, обсохнуть, поспать, он набрал мха и сухих листьев, залез в дупло, закрыл глазки. «Шшшшшшшшшшшш!» «Наша бригада, Кагрица, крепко держит знамя победителей социалистического соревнования. Кагрица, не подведем родную коммунистическую партию. Весь советский народ наполним закрома родины, Кагрица!» монотонным тенором бубнил товарищ Тебякин. «Кагрица», — задумчиво повторила Лена и продолжила сказку. Кто-то защекотал медвежонку пятки. Из темноты на него глядели три круглых глаза — зелёный, жёлтый и красный. Вася узнал свою давнюю знакомую — гусеницу по имени Кагрица, прилипалу и зануду. Но даже ей он был рад, очень ж не хотелось оказаться на этом мрачном острове в полном одиночестве. Наконец прозвучало «Московское время, семнадцать часов. В эфире последнее известие». Лена выключила радио, продолжая бормотать, осторожно уложила Никиту в кроватку. Он сердито заворчал, но не проснулся. Она подкрутила стрелки будильника и наручных часов, подмела пол. В ванной её ждала замоченная груда ползунков, пелёнок, распашонок, марлевых подгузников. Она равнодушно подумала, что надо бы постирать, чистого почти не осталось, вздохнула, махнула рукой, вернулась в комнату, рухнула на матрац, хотела поспать немного, но живот свело от голода. В холодильнике было пусто. От новогоднего стола остался кусок торта с розовым кремом. Лена называла такие «комбижир с одеколоном» и с детства терпеть не могла. Антон слопал всё и не догадался перед отъездом закупить хоть какой-нибудь еды. Пришлось ограничиться чаем с варёной сгущёнкой и куском чёрного хлеба с половинкой заветренного плавленого сырка. Конечно, если позвонить маме и дедушке, они приедут, привезут еду, возьмут на себя Никитку и дадут ей, наконец, поспать хотя бы пару часов. Но ближайший автомат через квартал. Придётся нестись галопом. Никитка спит тревожно, проснуться может в любую минуту, испугается, заплачет. Дед и мама сейчас на работе. Деду в клинику с первой попытки вряд ли дозвонишься. Маму в её лаборатории поймать проще, но звонить ей совсем не хочется. Она возненавидит Антона ещё больше, скажет «Вот видишь, я права, он лгун и шельма». Из девятнадцати лет Лениной жизни ещё ни один год не начинался так ужасно. Она рассорилась вдрызг с тремя самыми близкими людьми — с мамой, дедом и мужем. Новенькая квартира на двенадцатом этаже обещала столько счастья, а превратилась в предмет отвратительной семейной склоки. «Подвинься», — сказала Кагрица, — «а то разлёгся, как у себя дома. Это вообще-то моё дупло». Вася поджал лапы. Кагрица ворочалась, щекотала его своими жёсткими щетинками, мигала разноцветными глазами в темноте. Шершавые стены дупла освещались красным, жёлтым и зелёным. Вася искал свою родню, а Кагрица искала место, где сумеет превратиться из гусеницы в бабочку. Она давно собиралась это сделать, но всегда что-нибудь мешало. Дождь, солнце, жара, холод, простуда, выхлопные газы, интриги завистников. Никита крепко спал. Лена рассказывала сказку о самой себе, чтобы не заплакать. В самолёте начальник управления достал с портфеля бутылку и предложил выпить. «Александр Владимирович, вы же не пьёте», — напомнил полковник Уфинцев. «Кухня там специфическая, может вызвать расстройство желудка и даже отравление. Надо профилактироваться». Маленькая круглая физиономия начальника сморщилась в брезгливой гримасе. Он стал похож на обиженного младенца. Стюардесса принесла толстобокие гранёные стаканы с кубиками льда, тарелки с закуской. Военный атташе сразу вывалил лёд из своего стакана на блюдце. Начальник протянул бутылку Уфинцеву. «Открой, Кьюра». Это был шотландский виски Джонни Уокер, двадцатилетней выдержки, с энергичным джентльменом в красном фраке и чёрном цилиндре на этикетке. Уфинцев отвинтил крышку, налил строго по ранжиру. Сначала начальнику, потом послу, потом военному атташе, наконец, себе. Атташе хмыкнул. «Джонни Уокер, Ваня пешеход». Старая шутка никого не рассмешила. Посол обильно разбавил виски колой. Чокнулись молча, без тостов. Атташе выпил залпом, пробормотал. «Ох, крепко советская власть!» и занюхал рукавом пиджака от Брукс Брадес. Посол лишь пригубил, сразу отставил стакан. Уфинцев отхлебнул немного, закусил долькой шоколада. «А вы, Юрий Глебович, я смотрю, совсем американцем стали», — вкратчиво заметил посол. «Только они закусывают виски сладким». «Или разбавляют колой», — равнодушно парировал Уфинцев, поглядывая на начальника. Начальник пил медленно, с отвращением, словно ему налили рыбьего жиру. Он совсем раскис, лицо побелело. Лоп и лысина покрылись капельками пота. Руки тряслись, лед позванивал в стакане. Долгий перелет из московской зимы в жаркое лето Восточной Африки и двое суток в шумном вонючему тукку дались ему тяжело, а личное знакомство с президентом республики Нуберро, бессменным и бессмертным Птипу-Гуагахи ибн-Халид ибн-Дуду-Аль-Каква едва не довело до инфаркта. Древнее королевство Нуберро с 1890-го было провинцией единого британского протектората. Страну населяло 47 разноязычных племен. Привнесенные извне ислам, протестантизм и католицизм причудливо переплетались с местным язычеством. После провозглашения независимости в 1962-м сохранилась монархия, король Роян-Дауд ибнука Бальчва I поддерживал добрые отношения с Британией и США. Вся иностранная собственность осталась неприкосновенной. Вдоль побережья озера Елизавета и у подножья Драконовых гор размещались британские и американские военные базы. На фоне соседних стран, где после падения колониальных режимов кипели гражданские войны и власть менялась чаще, чем времена года, королевство Нуберро казалось оазисом тишины и благополучия. Работали школы, больницы, электростанции, железные дороги. Экспорт хлопка, кофе, какао, алмазов и золота давал неплохой доход. Белые фермеры, бизнесмены, миссионеры и туристы чувствовали себя в полной безопасности. Тишина и благополучие держались на трех китах — тайная полиция, грамотная пропаганда и непререкаемый авторитет короля. Советская пресса горячо сочувствовала угнетенному народу, проклинала расистов-империалистов-колонизаторов и называла короля Чва марионеткой Вашингтона. Птипу-Гуагахи ибн-Халид ибн-Дуду-Аль-Каква отпрыск рода вождей племени Каква возглавлял одну из экстремистских группировок — организацию Копье нации, которая, по мнению консультантов международного отдела ЦК КПСС, африканистов со Старой площади, являлась национально освободительной, идеологически близкой и наиболее прогрессивной. Штаб-квартира Копья находилась в Ливии. За голову Птипу тайная полиция предлагала сто миллионов нуберийских фунтов. Вожди Каква издревле конкурировали с правящей династией Чва, считали свой род более благородным и достойным королевской власти. Британцы поддерживали Чва и всячески подавляли Каква, поскольку последние практиковали ритуальное людоедство. Каква ненавидели британцев. Птипу и его Копье получали от СССР деньги и оружие. В ноябре 1972-го Дауд Чва I внезапно скончался в возрасте 50 лет. Его старший сын, наследный принц Рашид Вуови ибн Раян Дауд Аль-Чва, изучал международное право в Оксфорде, увлекался леворадикальными идеями, цитировал Троцкого и Мао, баловался марихуаной, обожал Битлз и Роллинг Стоунс, разъезжал по утукку за рулем алого кабриолета без охраны в сопровождении юной блондинки, которую вместе с кабриолетом привез из Англии. Блондинка звала его Ритчи, закидывала длинные голые ноги на панель управления, курила, с веселым любопытством поглядывая по сторонам сквозь солнцезащитные очки. Поэт и убежденный вегетарианец Рашид Аль-Чва запретил сафари, отменил смертную казнь, объявил всеобщую амнистию, ввел обязательное среднее образование, совместное обучение мальчиков и девочек и отправился праздновать свой 24-й день рождения в Лондон. Когда он возвращался домой, самолет был сбит на подлете к утукку неизвестной ракетой. В ту же ночь границу пересекли хорошо вооруженные отряды «Копья нации». К ним присоединились орды бойцов разных радикальных группировок и уголовники, которых великодушный Рашид Аль-Чва амнистировал и выпустил из тюрем. Началась народная революция. Ее радостно приветствовала пресса социалистических стран. Боевики захватили радиокомитет, Пти-Пу выступил в прямом эфире, сообщил, что королевский самолет сбила ракеты, выпущенные с британской авиабазы, и призвал убивать всех англоговорящих белых обоего пола и любого возраста.